Всем привет! Это обзоры Лего и его аналогов от Калины Красной и сегодня у нас большой новостной выпуск. В этом выпуске мы рассмотрим все новенькие Лего, которые вышли этим летом. Начнем мы с серии Лего Марвел. У всех наборов новое стильное оформление под эгидой Саги Бесконечности. Первый набор 76288 Железный Легион против Солдата Гидры. Новенький батлпак по серии Марвел. Набор по фильму Эральтрона с фрагментом, где Мстители напали на базу Гидры. Четыре мифигурки, которые порадуют любого фаната. Обновленный Марк 43 Железного Человека и обновленный Железный Легион, ранее появлявшийся только в Башне Мстителей, а также агент Гидры. Набор радует своей постройкой. Небольшое укрепление выглядит очень реалистично и неубого, как бывает в данных наборах. 135 деталей и цена 20 долларов. 76289 Тор против сборной фигуры Суртура. Неожиданный набор по фильму Тор Рагнарёк. Набор также радует своей большой и очень детальной фигурой Суртура. Сразу видно, что над ней поработали. Она имеет много точек артикуляции, что делает ее куда лучше предыдущих фигур. У Тора новый принт и также ему дали Плащ Трэнджа. Решение интересное, как по мне, лучше, чем тканевые. Также в наборе две фигурки Огненных Демонов. 245 деталей и цена 30 долларов. 76290 Мстители против Левиафана. Интереснейший сет по первым Мстителям. Этакий фрагмент из Башни Мстителей с теми же фигурками. Кроме Халка, у него новый принт лица и появились стады на спине. Левиафан жить больше, чем версия из Башни и, соответственно, детальнее. Если вы хотите собрать себе пак Мстителей, это именно тот шанс. 347 деталей и цена 50 долларов. 76297 Танцующий Грут. Экшн-фигуру Грута стало в последнее время прям очень много. Любят его дизайнеры Лего. Но и новая фигура не разочаровывает. Наоборот, радует своей проработкой и игровой возможностью. Грут может крутиться влево-вправо и поднимать руки. А крутые очки и наушники только раздают стиля. 469 деталей и цена 45 долларов. 76291 Мстители Эра Альтрона. 9 мифигурок Лего в наборе с 600 плюс деталями. Это ли не мечта? Второй набор по фильму Эра Альтрона в летней линейке. Да еще и какой. Диорама в свободной форме и без рамок. Честно, хочется придраться к самой форме диорамы, но это уже дело вкуса. Тем более, игровые функции позволяют переставлять постройки по своему желанию. Главное здесь невероятный экшн-момент, запечатленный в формате деталей Лего. Тут вам и Кэп на своем байке в полете. Джип с соколом и вдовой, который несется в дот. И рядом пролетает железный человек и крушит все на своем ходу Халп. Очень крутая сцена получилась. Охвойные леса, выполненные из новых деталей со снежными шапками, только добавляют шарма постройки. И за всю эту красоту просит 100 долларов. 76286 Милана. Очередной корабль Стражей Галактики. На этот раз только типа UCS Милана. Корабль и правда заслуживает звание коллекционного. Он большой, достаточно детальный, радует наличие проработки внутренних кают корабля. В наборе Сами Стражей в составе новых фигурок Звездного Лорда, Гамора и Мини Грута. В Дракс вроде как поменял только оттенок, а ракета повторка. 2090 деталей и цена 180 долларов. Вкратце скажу, что летняя волна серии Марвел меня очень порадовала. Будем ждать дальнейшего развития. Звездные войны. Самая горячо любимая и ожидаемая серия Лего. 75391 Микрофайтер Ювинг Капитана Рекса. Начнем с хайпа. Слитый Капитан Рекс из UCS набора в простом Микрофайтере за 13 долларов. Помянем всех перекупов и даже тех, кто сейчас выставляет данную фигурку больше, чем за 2000. Ну а о фигурке отдельно в моем ролике Шортс. По факту это республиканский Ювинг 501 региона. Возможно, нас ждет и полноценный корабль. Ведь ранее Ювинги, которые были в микроварианте, имели свои большие версии. Ну и конечно же в наборе желанная фигурка Рекса, которую теперь все смогут себе купить. 75373 Мандалорцы против Суперкомандос Баттлпак. Еще одна радость в виде очередного баттлпака по сериалу Мандалорец. Шикарный набор получился. Небольшая постройка, вход в имперскую базу и 4 минифигурки. Ландшафтная постройка, кстати, реально лучше смотрится для таких наборов, нежели нелепая техника. В наборе у нас Мандалорец и Мандалорка. Соответственно, броня у них отличается. Но они оба ноунеймы без лица. И имперский Суперкомандос с новым балдежным шлемом и джетпаком. Шикарные фигурки получились. Однозначно берем в коллекцию. 109 деталей и цена 20 долларов. 75386 Имперский Буркер. Не менее шикарное продолжение предыдущего сета. Наборы, кстати, можно будет вместе соединить. Имперская база, но уже побольше и подетальнее. Из функций здесь турель и открывающаяся дверь. В наборе также чилили шикарные фигурки. Два новых имперских претарианских гвардейца, обновленная паз Визла и Мов Гейдуон в имперской броне Суперкомандос с шикарным шлемом. Слишком много слов шикарно, но это правда великолепно выглядит. 289 деталей и цена 40 долларов. 75390 Мех Пилота Люка Скайуокера. И не менее нашумевший Мех Люка. За что? За что просто его так все не взлюбили? Чем он так плох? Или надо спросить, а что вы вообще от него ожидали? Я искренне не понимаю хейт вокруг данного набора. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кому он не нравится и почему. На мой взгляд, это самый обычный представитель своей подсерии. Ну да, он имеет сзади крылья крестокрыла. Ну и что? Мехи Дзяги бывают куда спорнее, чем этот набор. 195 деталей и цена 16 долларов. 75394 Имперский Звездный Разрушитель. И еще один флагманский набор, посвященный 25-летию серии Лего Звездные Войны. Переиздание Звездного Разрушителя и сразу мы видим тенденцию к уменьшению наборов. И это прям видно по картинке, что набор будет куда меньше своего предшественника. В целом, Разрушитель как Разрушитель. Все детально. За исключением главных орудий. Они пропорциональны масштабу надстройки и непропорциональны самому Разрушителю. Из-за этого смотрятся как бы не совсем на своем всем месте. Но зато в наборе у нас 7 мини-фигурок. Дарт Вейдер, Командор Праджи, Имперский Стрелок, Солдат Имперского Флота, Штурмовик и долгожданный Кэл Кэстис. Который является коллекционной фигуркой, посвященной 25-летию Звездных Войн. Что ж, летняя волна по Звездным Войнам вполне себе удачна. Силы дизайнеров пока не иссякли и серия продолжает развиваться. Что безусловно радует. Летние новинки серии Ниндзяга посвящены у нас второму сезону Восстанию Драконов. 71-816, мотоцикл Зейна. Мне уже этот мир абсолютно понятен. Так, хочется сказать, ибо это просто тупо очередной мотоцикл с обновленным Зейном. 85 деталей и цена 10 долларов. 71-820, комбинированный автомобиль команды Ниндзя. Очередной вездеход, который собирается воедино из четырех недомашин. Ну вот честно, даже разбирать такие недоконцепты, собранные в набор, даже не хочется. Очень сильно уступает своим предыдущим версиям. По отдельности даже. В наборе шесть фигурок, которые получили свое обновление. 576 деталей и цена 90 долларов. 71-818, турнирная боевая арена. Вот здесь уже интереснее. Это полноценная постройка. Почему-то они лучше получаются в данной серии, чем техника. Набор нацелен больше на игровые функции, ведь это арена. В центре у нас стоит статая Ву, ступеньки, которые могут опрокидываться. Фигурки можно поставить на вращающиеся диски и идти посражаться ими на арене. В наборе новая фигурка злого Джейна. 659 деталей и цена 50 долларов. 71-814, турнирный храмовый город. А вот это уже то, за что мы любим данную серию. Невообразимо красивые постройки различных садов и зданий. Постройка представляет из себя грот с драконами, над которым установлен небольшой храм. Детализация, как всегда, на высшем уровне. Из построек также небольшая мельница и небольшой причал с краном. Здесь у нас 13 ярких мини-фигурок, среди которых все ниндзя, турнирные злодеи и тримирного жителя. 3489 деталей и цена 250 долларов. 71-821, драконий титан мех Коула. И это очередной мех в линейке совершенно одинаковых мехов ниндзяга. Единственный его плюс, он самый большой из всех когда-либо выпускавшихся. И все. Не скажу, что он чем-то прям очень уникален или кардинально отличается от других в плане конструкции. Но зато в наборе всего одна фигурка. Прикиньте, да? 1055 деталей и цена 100 долларов за огромный мех и одну фигурку. Но зато какую фигурку? Коул у нас в белой эво-броне, как прямо у Мстителей. 71-822, первый дракон движения. Плагман данной волны потрясающий дракон. Драконы, конечно, тоже уже надоели, но вся серия с ними как бы связана, так что без них здесь никак. Однако данный дракон реально хорош. Он большой, массивный и максимально детализированный. Также он максимально подвижный. Наверное, один из лучших драконов серии. В наборе 6 фигурок, 1716 деталей и цена 150 долларов. По итогу серия, на мой взгляд, получилась 50 на 50. Вроде есть интересные наборы, а вроде как мы все это уже и видели. Серия Гарри Поттер также нас порадует семью наборами. 76-4034, Арагог в запретном лесу. Новый набор это переиздание. Правда, в этот раз детали все ушли в паука, что пошло ему на пользу. Старая версия была уж слишком маленькой. Плюс небольшая лесная постройка и две фигурки, обновленный Рон и Гарри. 195 деталей и цена 15 долларов. 76-431, класс зелеваренья. Ранее класс зелеваренья был в виде книги, теперь в виде комнаты здания. Постройка сворачивается и вставляется в другой набор, большой зал. Из интересного могу выделить крутые принтованные мензурки и всякую комнатную утварь. В наборе 4 новые фигурки Гермиона с юбкой, Северис Нейп, Панси Паркинсон и Симуса Финнигана. 397 деталей и цена 38 долларов. 76-427, клювокрыл. Продолжение под линейки экшн-фигур различных существ. Честно скажу вам, клювокрыл не вытянул. Выглядит он очень плохо, так же как и мини-букля. Либо же это мини-версия клювокрыла и потом будет еще больше. У фигуры много точек жестикуляции и она подвижна. В наборе еще зачем-то типа ландшафт, упоротая ворона и такая же тыква. Лучше бы детали пустили на клювокрыла. 723 детали и цена 60 долларов. 76-439, магазины палочек у Ливандера и мантии Мадам Малкин. Это продолжение косой аллеи, которая выходила ранее. На очереди теперь два магазина. Магазин палочек приятно удивил новыми молдами палочек. Только посмотрите, как они теперь выглядят индивидуально. Интересно, когда будет так же со световыми мечами. Сам магазин классическая ширма с функцией передвижения лестницы. Во втором магазине мы видим различную одежду и мантии. Интересно, выполнена швейная машинка и куски ткани. Из фигурок у нас Гарри Поттер, Гарри Оливандер, Мадам Малкин, Патма Патилл, студент-волшебник и ведьма с тачкой цветов. 744 детали и цена 90 долларов. 76-440, турнир трех волшебников. Прибытие. Продолжение испытаний турнира трех волшебников. Датчане в своем духе решили не париться и совместили два сета. При этом страдает их детализация. Карета в угоду переиздания корабля Дормстранг стала куда скуднее и неинтереснее, в отличие от своего отдельного сольного набора. Сам же корабль получился шикарным. Несмотря на его необычную форму, удалось вместить даже небольшую каюту. Особенно мне нравятся флаги и паруса. В наборе 5 обновленных фигурок. Это Виктор Крам, Игорь Каркаров, Барти Крауч-младший, Мадам Максим и Флёр Далкур. А также дополнительные элементы, в том числе Кубок Огня. 1229 детали и цена 140 долларов. 76-435, Хогвартс, Большой зал. Что же это? А это очередной Большой зал. Третий уже рестайлинг в серии. Не сказать, что это плохо, но как будто бы уже такое надоело. Хочу отметить, что снизу в пещерах есть также мини-модульная система с комнатами туалета и кабинета. В наборе у нас 11 обновленных персонажей. Это Гарри Поттер, Рон Уизли, Гермиона Грейнджер, Альбус Дамблдор, Профессор Квирл, Лиэн, Дафна Грингресс, Терри Бут, Профессор Вектор, Монах. И, внимание, переиздание горного тролля, который получился очень даже балдежным. 1732 детали и цена 220 долларов. 76-433, Мандрагора. Еще одна экшн-фигура серии. Выглядит куда лучше, чем Клювокрыл. Мандрагора получилась отличной, ее можно будет достать из горшка и засунуть обратно. Вполне себе детальная, но меня не покидает ощущение, что она похожа на Грута. В итоге скажу, что Дальнолетняя Волна получилась интереснее предыдущей, но есть ощущение, что дизайнеры изрядно уже не знают, что делать по Гарри Поттеру. Дальше чуть коротко, а не о самых популярных сериях Лего. Серия Майнкрафт порадует нас шестью новыми наборами, и честно даже сказать о них особо нечего. Видно, что дизайнеры начинают задумываться, куда дальше развивать линейку. Новые летние наборы особо не привлекают своими постройками или интересными идеями. Хотя потенциал этой серии именно в этом. Надеюсь, что следующая волна будет куда интереснее. Линейка Speed Champions порадует нас тремя наборами. Первый – это двойной набор по марке Aston Martin, среди которых сопроводительный автомобиль и гоночный болид. Датчане продолжают делать 800-овые болиды и в серии, что наверняка радует отдельных фанатов данных гоночных автомобилей. Вторая модель – это Lamborghini Vision. Меня всегда поражало, как дизайнеры Лего берутся за самые невероятные формы суперкаров и очень точно их воспроизводят в формате деталей Лего. Вы только посмотрите на этот автомобиль и как они сделали его задний спойлер. Великолепно! Третий набор – это также сдвоенная пара автомобилей от марки Mercedes-AMG. Что, кстати говоря, впервые в данной серии. Нас встречают два потрясающих автомобиля. Это AMG G63 и AMG SL63. Снова дизайнер Флега, на мой взгляд, получилась передать невероятные формы данных авто. Несмотря на то, что Гельдваген является достаточно квадратным автомобилем, на мой взгляд, здесь очень удачно передали его форму, а также очень интересно выполнен передний бампер. Что касается кабрилета, это очень интересный яркий желтый автомобиль. Серия Лего Иконс порадует фанатов Властелина Кольца главной крепостью Саурона, которая выполняла роль столицы Мордора. И это потрясающий набор Барадур, который встанет наравне с Ривенделлом. Набор представляет из себя башню модульной системы. Каждый модуль максимально детализирован. Интерьер первого этажа включает в себя убежище Голлума, оружейную кузнецу и тюрьму с поднимающейся клеткой для орков. Над обеденной зоной на первом этаже вы найдете комнату с троном, за которым открывается скрытая карта Средиземья. На третьем этаже находится у нас кабинет у Саурона. А на четвертом этаже находится библиотека в башне с вращающейся лестницей. Око Саурона подсвечивается. В наборе будет аж 10 минифигурок, включая Саурона, у которого мы впервые увидим лицо. И это очень круто, что оно есть и не просто черная деталь. Голос Саурона, орк, Фродо, Сэм и Голлум. Также двух гоблинов, двух орков и впервые у нас здесь появление орка Готмога. В наборе 5371 деталь и цена за такую красоту 460 долларов. Но это не все. При покупке данного сета будет бесплатно выдаваться набор с крылатой тварью. По ее поводу скажут так, что голову стоило сделать из отдельного молода, а не из деталей систем. К крылатой тварью в комплект также идет фигурка Назгула. Но это еще не все. Летом также выходит очередной брикхед с полустиленом колец, с леголасом и гимли. В котором у нас 297 деталей и цена 20 долларов. Серия DC также порадует своих фанатов этим летом и представлен нас в виде 4 наборов. Первый набор это набор 4+, Бэт Пещера. Классический набор данной серии. Пещера, мини-авто с бэт-крылом из интересного нового фигурка Бэт Герл. 40 долларов и 184 детали. 76270. Мех Бэтмена. Мех как мех, сказать больше нечего. Хотя мех Люка, наверное, выглядит интереснее. 140 деталей и цена 15 долларов. 76273. Бэтпод со сборной фигурой Бэтмена. Это уже интересно. Ожидалось, что Бэтпод будет отдельно. Но данный набор, на мой взгляд, больше для любителя и для фанатов. Напоминаю историю про Спидербайк и Звездных войн. Экшн-фигура Бэтмена здесь, кстати, по фильму «Темный рыцарь», о чем говорит Логан на его груди. 76274. Бэтмобиль из мультсериала. А вот это уже интересная вещь. Бэтмобиль у дизайнеров выглядит хорошо. И данная версия пойдет точно на полку в коллекцию. Возможно, стоило его сделать чуть длиннее. Но думаю, что вживую будет видно лучше. Также идут споры о его цвете, черный или темно-синий. Вообще, в мультсериале он был темно-синего цвета. Бэтмобиль ставится на подставку. Интересно, что у другого Бэтмобиля ее не было. При этом еще одной другой версии была. Видимо, дизайнеры не могут определиться. И три фигурки по сериалу. Фигурки, конечно, сильно не радуют крутыми и детальными принтами. Но и в сериале была не особо детальная рисовка. У Бэтси сзади, кстати, пластиковый плащ. 435 деталей и цена 60 долларов. И последняя серия, которую мы разберем в данном новостном выпуске, это серия Сити. Она в этот раз очень приятно удивила. Некоторые наборы серии получились куда интереснее, чем другие популярные сеты. 6440. Грузовик Лего. Это у нас переиздание известного трейлера, который перевозит наборы Лего по разным странам и разводит их в оригинальные магазины. Этот грузовик у нас претерпел рейстайлинг и стал выглядеть куда лучше и интереснее своих предшественников. Система открывания полуприцепа, на мой взгляд, стала куда проще. Также у нас есть место для отдыха водителя. Набор явно стал куда интереснее. Возвращение легендарного Джонни Тандера, который появится сразу в двух наборах. Это внедорожный грузовик из следователя джунглей и миссия Красной Панды на квадроцикле. Напомню, что ранее переиздание фигурки из очень старой серии было только в коллекционной серии фигурок. Сейчас же в Сити решили засунуть этого славного искателя приключений. И у них это очень хорошо получилось. Набор выглядит интересно, а самое главное, фигурка очень, кстати, приходится в подсерию Сити джунгли. Думаю, что маленький сет будет точно пользоваться спросом. 6420. Желтый строительный экскаватор. Это вообще что? Это точно Лего Сити? Я был очень приятно удивлен, что в данную серию засунули настоящий, максимально проработанный экскаватор, который не выглядит как недостроенная детская постройка. Вы только посмотрите на уровень его детализации. Все наклейки уместны. Да он, блин, весь затайленный. Где вы такое в последний раз видели? Набор выглядит реально куда интереснее, чем другие недомехи из ниндзяги. Однозначно лайк. 60409. Желтый передвижной строительный кран. Продолжение строительной техники, которая ничем не хуже экскаватора. Хочу, кстати, отметить, что это тоже переиздание. Но переиздание обалденное. Он получился такой же максимально детализированный, как и экскаватор. У него даже противовес есть, который можно, если что, снять. Данные два набора просто хочется купить себе и поставить на полку, ведь они выглядят очень круто. И еще один набор Сити, который я хочу выделить. Это парк американских горок Мир Роботов 6421. А выделить я его хочу из-за отсылки на серию Экзофорс в виде меха Охотник-невидимка. Вот за такие крутые пасхалки на старые наборы я, в частности, и люблю Лего. Выпуск получился очень большой. Надеюсь, что вы досмотрели его до конца. Обязательно пишите в комментариях, какая серия вас больше всего порадовала и какой набор вы хотите теперь в коллекцию. У меня на этом все. Всем пока!